Нынешней осенью в Екатеринбурге на территории Успенского собора на Визе состоялось открытие Центра гуманитарной помощи. Проект вошел в число победителей 11-го конкурса, проведенного фондом президентских грантов. Центр ежемесячно оказывает помощь многодетным и неполным семьям, людям с ограниченными возможностями и пожилым. Одно из важных направлений его деятельности – помощь приюту для мам с детьми «Нечаянная радость». Он действует при прихиальной православной службе милосердия уже несколько лет. Наша съемочная группа побывала в гостях у подопечных центра. Пока малыши изучают нашу аппаратуру, появившуюся в их поле зрения, и наводят то ли порядок, то ли творческий беспорядок в своих игрушках, их мамы озабочены более насущными вопросами. Но они спокойны. Оказавшись здесь вынужденно, эти женщины нашли в приюте поддержку в сложной жизненной ситуации. Все знают, что церковь против абортов, но не все знают, что церковь еще и готова помогать женщинам в трудной жизненной ситуации. Тогда, когда мама с детьми оказывается порой без крыши над головой, без возможности своих детей содержать, когда во время беременности ей, возможно, некуда пойти. Подопечных у Центра гуманитарной помощи, действующего при Екатеринбургском Успенском соборе на визе, немало. Отдел социального служения Екатеринбургской епархии проводит для них благотворительные акции. Одним из главных получателей пожертвованных вещей, средств малышковой гигиены, продуктов питания, являются подопечные приюта «Нечаянная радость». Мы рады, что верующие люди, прихожане очень активно отзываются на этот призыв и приносят в свои храмы вещи, продукты, именно для того, чтобы женщин с детьми поддержать. Одна из таких акций завершилась совсем недавно, но помощь здесь нужна всегда. Ведь даже в условиях пандемии приют не закрылся. Более того, он полон. Прежде всего, поддержку здесь стремятся оказать мамам сиротам, которые не имеют родных. Это и социальные сироты, женщины, у которых нет мужей, или претерпевшие домашнее насилие. Здесь не просто предоставляют кровь и питание. У сотрудников приюта и у их подопечных непростые задачи. В первую очередь поправить свое здоровье, поправить свою психику, пообщаться с психологом, решить внутренние проблемы, восстановить отношения с Богом, которых либо не было, либо они были разрушены непониманием, что делать можно, а что делать нельзя. Есть в приюте и свои радости. Благодаря поддержке, оказанной обитательницам, вовремя идут в первый класс их дети постарше, а те, что помладше, в ясли. Их мамы тем временем находят работу. И главное, новые возможности по возвращению в этот сложный мир, встреча с которым уже не так страшит. Ведь женщины понимают, мир не без добрых людей. Хотя еще некоторое время назад в их жизни просто не видно было просвета. Приют мне помог, он приютил нас с детьми. Когда мы ушли, просто сбежали из дома. Отсоржитель, который избивал меня, целенаправленно просто убивал. Нам приют предоставил комнату, защиту, питание и медицинскую помощь. То есть сейчас, в данный момент, они помогают мне восстанавливать здоровье детей и восстанавливать свое здоровье. С нами работают психологи. То есть восстанавливают не только физическое здоровье, но и психоэмоциональное. Помогли мне собрать ребенка в первый класс в школу. Я вышла замуж. Очень сильно начал ревновать меня. У нас только родился маленький ребенок. Он меня очень сильно избил. Не было дома еды. Ребенок уже на тот момент был на смеси. Мне нужно было его чем-то кормить. И вот я здесь живу с мая. И вот по сегодняшний день скоро я буду съезжать. Я вышла на работу. Ребенка я устроила в садик. Ну, как бы жизнь начинает налаживаться. Мне кризисный центр помог. Ну, как бы здесь, ну, самое необходимое – это крыша над головой, питание, питание ребенка, лечение ребенка. Потому что он неоднократно болел. Все необходимое нам здесь дают. Кризисный центр нам всем необходим и помогает. Я очень благодарна этому кризисному центру и в Москве кризисному центру, что у нас приютили. И как бы вот, что нам помогли. Вот. Спасибо большое. Если вы желаете помочь обитательницам приюта «Нечаянная радость», ваше пожертвование с благодарностью примут в Центре гуманитарной помощи по адресу Екатеринбург, улица Кирова, 65. Контактный телефон – плюс 7 900 20 25 750. Гуманитарный центр «Успенский». В преддверии грядущего Рождества Христова ваша помощь может быть особенно кстати.